Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такую замечательную вязаную грелку для чашечки. Для этого вам понадобится непосредственно сама основка чашечка. Для этого я вам рекомендую брать чашку с прямыми краями, то есть чтобы не зауживалась ни кверху, ни книзу. То есть прямая. Любого диаметра, можно поменьше, побольше, в зависимости от того, какую вы хотите чашечку в итоге обвязать. И также пряжа. Пряжу я рекомендую брать либо в одну ниточку толстенькую, либо в две ниточки тоненькие. Я буду использовать две ниточки тоненькие вязать. И для этого мне понадобится три чулочные коротенькие спицы. У меня это номер три. Также нам понадобятся ножнички, крючок, любая пуговичка одна. Можно взять тон в тон пряжу, можно взять деревянную, как у меня. Можно взять абсолютно любую для украшения в качестве декора. И нам понадобится также одна иголочка с большим ушком для того, чтобы потом эту пуговичку пришить. Складываем ниточку в два сложения и начинаем набирать петельки. Нам нужно для работы набрать 21 петлю. Две начальные петли я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 19 петель. Таким способом у нас будут не растянутые крайние петельки, ложится красиво и аккуратно. После того, как набрали все петельки, достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петель набранных. И вяжем первый ряд. В первом ряду первую кромочную петлю я свяжу лицевой. Во всех последующих рядах первую петлю в начале ряда я буду снимать непровязанным. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 петель платочной вязки, которые и с лицевой, и с изнаночной стороны будут вязаться всегда лицевыми петлями. Далее вяжем 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель изнаночных. Это у нас петли косички центральной. Так как я хочу, чтобы вот эти зубчики остались с изнаночной стороны, то я решила, что это будет изнаночный ряд. Далее вяжем снова 5 лицевых петли симметрии первого узора платочной вязки. И кромочная петля изнаночная. Далее разворачиваем на лицевой ряд. В лицевом ряду мы будем вязать все петельки по рисунку над петлями платочной вязки. Петли лицевые платочной вязки. Далее над петлями косички у нас это будут также вязаться лицевые петли. И также 5 лицевых петель с другой стороны петли симметрии платочной вязки. И в этом ряду мы с вами сделаем первую петельку. И единственную, которая у нас будет для пуговички. Для того, чтобы вы смогли застегнуть грелочку на чашке. Первую кромочную петлю ряда снимаем. Далее вяжем 5 петель лицевых платочной вязки. 2, 3, 4 и 5. Далее нам нужно связать по центру. Сделать как раз таки эту самую петельку, которая будет служить застежкой. Для этого мы вяжем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Далее делаем провязывание 2 петель вместе 1 лицевой за дальние стеночки. Вот так. Далее делаем накид. 2 петли связанные вместе и накид это и будут наши 2 петельки. То есть ничего мы не убрали и ничего не добавили. И до конца у нас остается довязать 4 лицевые петли. Все, у нас закончились петли косички. И далее петли симметрии мы вяжем также 5 петель лицевых. Кромочная петля у нас изнаночная. Если вы всегда будете вязать в конце, либо изнаночную на постоянной основе, либо лицевую петлю, то у вас здесь будет получаться как из одной стороны, так и с другой стороны красивая кромочная косичка. В начале ряда всегда первую петлю снимайте непровязанную. Затем 5 петель платочной вязки. Это 5 петель лицевых после кромочной. И все петельки косички нашей центральной. Это 9 изнаночных, в данном случае с изнаночной стороны. Так и провязываем по рисунку. Когда дойдете до накида, не пугайтесь. Накид также провязываем изнаночной неперекрещенной петлей. И получается вот такая дырочка. Это петелька для пуговички. И далее в конце ряда нам нужно связать также 5 петель платочной вязки. Они у нас вяжутся лицевыми. И кромочная петля изнаночная. Вот так вот довязали до конца ряда. И теперь разворачиваем на лицевой ряд. Начиная с этого лицевого ряда, мы будем делать перекрещивание для нашей центральной косички. Для начала провязываем петли платочной вязки. Кромочную петлю снимаем. Далее 5 петель лицевых. Так и провязываем 5 лицевых над петлями платочной вязки. Далее следующие 3 петельки нам нужно перенести на дополнительную спицу. И оставить их перед работой. Вот так. Далее провязываем следующие 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И петли с дополнительной спицы вот так вот подтягиваем начало работы. И провязываем также лицевыми петлями на рабочую спицу. 3 лицевые поочередно. Далее у нас остается из 9 петель косы 3 петли. Мы довязываем просто 3 лицевые петли. И петли платочной вязки с кромочной петлей также довязываем до конца ряда. Это 5 лицевых и кромочная петля изнаночная. У нас получилась вот такая дырочка, петелька для пуговички под первым нахлёстом косички. Ровно по центру. Далее вяжем изнаночную сторону. Она вяжется по рисунку. Кромочную петлю снимаем. Далее 5 лицевых петель планки. С одной стороны это петли платочной вязки. Будем считать ее за планочку с одной стороны. Далее 9 изнаночных петель по рисунку косички, которые с изнаночной стороны вяжутся, всегда одинаково. Это 9 изнаночных петель. И до конца ряда у нас остается петли второй планки. Это 5 лицевых петель платочной вязки. И кромочная петля изнаночная. Теперь хорошо уже четко видно, что у нас вырисовались такие вот 3, скажем, основные части. Это первая планка платочной вязки, центральные петли жгутика или косички и петли второй планки. Это третья часть. И в каждом, запомните, в каждом абсолютно лицевом ряду мы будем делать перекрещивание. В этом лицевом ряду предыдущем мы сделали перекрещивание. Первые 3 петли оставляли перед работой. Далее следующие 3 петли провязывали и возвращали с дополнительной спицы первые оставленные 3 петли. В этом лицевом ряду мы немножечко сменим эту систему. Поэтому кромочную снимаем. Далее вяжем 5 лицевых петель платочной вязки. Далее у нас идут 3 первые лицевые петли. Мы просто провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. И далее центральные вот эти петельки, которые мы перекрещивали. Они у нас были сначала 3 первые. Мы сделали 3 вторые петли. Теперь мы их снова переносим на дополнительную спицу, но оставляем уже за работой. 1, 2, 3. Далее довязываем 3 последние лицевые петли. 1, 2, 3. Из дополнительной спицы подтягиваем вот эти оставленные петельки и провязываем поочередно снова 3 лицевые. Вот так. То есть мы получается, что сделали? Мы сделали перекрещивание с наклоном в правую сторону. Первое перекрещивание было с наклоном в левую сторону. Это с наклоном в правую сторону. Далее нам остается до конца ряда довязать 5 лицевых петель. И последняя кромочная петля ряда изнаночная. С изнаночной стороны вяжем все петли по рисунку. Это 5 петель платочной вязки, кромочную снимаем. 9 петель изнаночной петли косой. И 5 петель лицевые платочной вязки с другой стороны. И кромочная петля изнаночная. Связав изнаночный ряд, мы с вами получили 1 раппорт узора, который постоянно будет повторяться. Это последние 4 ряда. И сделали петельку для пуговички, которая будет служить нам застежкой. Вот эту ниточку вы можете перенести на изнаночную сторону, вот так вот, крючочком. И зафиксировать с изнаночной стороны, которую не будет видно, чтобы вам хвостик этот не мешал. И теперь вы четко видите, что это у вас лицевая сторона, там где перехлесты косички. И вот это изнаночная сторона. Изнаночная сторона всегда будет вязаться по рисунку одинаково. Петли платочной вязки, изнаночные 9 петель косички и петли платочной вязки с другой стороны. И теперь я повторю с вами последние 4 ряда, которые постоянно будут повторяться. Кромочную петлю снимаем. Далее 5 петель платочной вязки. Это 5 лицевых петель. И далее делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону. Первые 3 петли мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Следующие 3 петли провязываем лицевыми поочередно. 1, 2, 3. Далее петли с дополнительной спицы подтягиваем и провязываем оставленные вот так вот так же петли лицевыми на рабочую спицу. Делали перекрещивание с наклоном в левую сторону. Далее нам нужно довязать петельки, которые остались 3 последние петли косички, просто лицевыми на рабочую спицу. Далее 5 петель платочной вязки и кромочная петля изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. Далее третий ряд рапорта. Кромочную петлю снимаем. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель нашей платочной вязки планочки. Далее 3 первые лицевые петли косички вяжем 3 лицевые. Следующие центральные 3 лицевые петли мы переснимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие, последующие, получается последние 3 лицевые мы довязываем лицевыми. И затем с дополнительной спицы подтягиваем 3 петли и провязываем поочередно 3 лицевые петли. То есть сделали перекрещивание с наклоном в правую сторону. И затем нам остается довязать всего лишь 5 петель лицевых платочной вязки и кромочная петля изнаночная. Четвертый ряд это изнаночный, поэтому вяжем его по рисунку. Кромочную снимаем и все петли по рисунку. 5 петель лицевых платочной вязки, 9 петель нашей косички поочередно провязываем в каждую петельку. И затем 5 петель планки и кромочная, последняя петля изнаночная. Развернув на лицевую сторону, мы с вами получили 2 связанных полных рапорта и начальную петельку. Теперь вам нужно повторять вот эти 2 перекрещивания сначала в левую сторону, затем в правую сторону в каждом лицевом ряду. Изнаночный ряд по рисунку. Так нужно вязать до нужной длины, либо окружной части чашечки при растянутом состоянии, либо можете измерить ее сантиметром и прикладывать каждый раз, при растягивая ваш, скажем так, вот этот вот шарфик условный. И когда довяжете уже до при растянутого состояния, до нужной окружности, мы тогда с вами закроем наше полотно. Связали наш шарфик и теперь берем чашечку и прикладываем основку вот так вот нашего связанного полотна к чашечке. И в растянутом состоянии, достаточно растянутом состоянии, у вас должно соприкасаться вязанием. И теперь мы начинаем делать закрытие. Абсолютно не важно, какое количество перекрещиваний у вас получилось. И самое главное, это закончить вот здесь вот с изнаночной стороны. Хотя можно в принципе закончить вязание не с лицевой стороны, а закрывать петельки с изнаночной стороны. В принципе здесь значения не имеет, главное нам сейчас их закрыть и закончить полностью довязывать нашу грелочку. Для этого мы берем спицу и начинаем делать закрытие. У меня будет закрытие с лицевой стороны. Итак, кромочную снимаем петлю. Далее идут петли платочной вязки. Если вы закрываете с изнаночной стороны, то они у вас должны быть лицевые. Так как я закрываю с лицевой стороны, то я буду провязывать их изнаночными петлями. Ничего страшного, что у вас подряд будут изнаночные петли, зато не будет закручиваться вязание. Теперь кромочную переодеваем на провязанную только в свою изнаночную петлю. Снова изнаночная петля, на нее переодеваем предыдущую петлю. Изнаночная петля, на нее переодеваем предыдущую петлю. Изнаночная, переодеваем предыдущую. Изнаночная, переодеваем предыдущую. И мы дошли до лицевых петель в косички. Косичку мы будем закрывать лицевыми петлями, провязывая и перетаскивая предыдущую, провязанную на эту лицевую. Вот так. И закрываем лицевые над лицевыми, а изнаночные над изнаночными. Вот так. Закрываем все петельки либо таким способом, либо попарно провязывая, возвращая петельки, если вам удобно, тем способом больше. Но самое главное, это закрываем по рисунку, который у вас образовался в последнем ряду. То есть вот над лицевыми лицевые петельки, над изнаночными изнаночными. Благодаря этому у нас не будет сильно закручиваться вязание. И получится все достаточно аккуратно. Дозакрывав петли до конца, мы вот так вот доходим до угловой нашей последней петли, провязываем ее и перекидываем на нее предпоследнюю петлю. У нас получилось вот такое закрытие. Посмотрите, оно достаточно аккуратно выглядит. И теперь берем для удобства крючок для работы. Вот так вот подтягиваем на крючок вот эту последнюю петельку закрытия и протаскиваем сквозь нее рабочую нить. Теперь вот эту ниточку можно отрезать. И все, ниточка нам практически уже не нужна, лишь только та, что мы будем пришивать петельку для пуговички. Теперь стяните последнюю, вот здесь вот продетую рабочую нить. Я вам рекомендую и всегда, в принципе, рекомендую вытаскивать на изнаночную сторону петельки. Можно вот таким вот образом, как бы завершить нашу косичку. Вот, но я продеваю, стараясь максимально глубоко продеть эту ниточку. Затем делю пополам. Либо это целая толстенькая ниточка пополам, либо это, как у меня попарно, я вязала в двойную ниточку. То есть я делю парную ниточку, завязывая узелочек за любую петлю, захватывая. И затем прячу по ходу того, как ложатся петельки. Конечно же, все это делать нужно с изнаночной стороны, для того, чтобы это не было видно с лицевой стороны. Если вы закрепите узелком с внутренней стороны ваше вязание, то по ходу чехла, скажем, носки на чашечке, или по ходу стирки, или по ходу, скажем так, пользования этой чашечкой, меньше будет вероятность того, что ваше вязание распустится. И все, в принципе, отрезаем вот этот хвостик ненужный, мы его закрепили, все спрятали аккуратненько. Сейчас мы отрежем ниточку, и будет еще менее заметно, где у нас здесь вот закреплена ниточка. Вот, посмотрите, с изнаночной стороны наше вязание аккуратное, ровное, красивое, с лицевой тоже. С одной стороны в начале вязания мы делали с вами петельку, значит здесь будем пришивать пуговичку. Для этого вдеваем ниточку в иголочку, делаем узелочек и прикрепляем нашу пуговичку. Вот так я беру ее, прикрепляю в центре косички, так как петельку я делала также в центре косички, друг напротив друга. И все, и пришиваем нашу пуговичку, и одеваем грелку на чашечку. Вот, я сейчас пришью пуговичку, и покажу вам, как одеть. Все, пришили пуговичку, и теперь рекомендую вам в верхушечку одевать вот такую красивую косичку. Здесь у вас косичка кромочная идет, она как бы идет больше видимая, чем с другой стороны. Вот, поэтому вот этой стороной я рекомендую одевать вам наверх. А внизу будет косичка, которую также будет видно меньше, она будет одета ребром. И теперь берем вот так вот, обхватываем нашу чашечку, грелочкой получившейся. И за петельку она сейчас будет достаточно тугая, потому что еще ни разу не застегивали. Вот, но этой петельки в принципе достаточно для пуговички диаметром до 2 сантиметров. И вот так вот подтягиваете на центр, чтобы у вас застежечка была под ручкой. Вот, можете одеть ниже, можете одеть выше. Вот, так вот получается наш чехольчик или грелочка. И все. Можете сделать парную, допустим, одну цветом, одним, вторую, другим. И подарить, как на День Святого Валентина, как на Новый Год. Сделать пару, допустим, к подарку, к носочкам вязаным. Вот, и все. Все готово. Я надеюсь, что у вас получилось, все понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Ровных петелек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok